Отчёт проделанной работы за прошедший год отделом культуры. Основные требования и задачи и оказание поддержки приобретения необходимой техники для успешной реализации намеченных планов на 2017 год учреждением культуры. Вот, пожалуй, основные вопросы, которые подлежали обсуждению на совещании руководителей отделов и ведомств муниципалитета. Прежде чем приступить к главному вопросу повестки дня, глава города провёл церемонию награждения. «Примите искренние поздравления с юбилеем 90-летия. Вы принадлежите легендарному поколению победителей и создателей, который с честностью прошёл через тяжелёщее испытание военного времени, восстановил страну, создал тот фундамент, который служит нам и сегодня. Ваш жизненный путь, любовь к родине, сопричастность к её судьбе является достойным примером для молодёжи, для всех нас. Желаю вам доброго здоровья, бодрости, духа и всё наилучшего». Президент Российской Федерации Владимир Путин. «Иногда мне не верится, что мне столько лет. Поэтому я вспоминаю 41-й год, когда уже отправились в Дагестан для обороны. Те, оборонительный объект был там. Я там тоже участвовал. Вот это вспоминаю, когда уже…» Начиная свой доклад о деятельности управления культуры, Рамазан Чарихов подчеркнул, что Хасавюрт всегда был славен деятелями культуры. Только за истекший год в городе проведено более 220 культурно-массовых мероприятий. Также артисты учреждений культуры являются постоянными участниками республиканских, всероссийских и международных фестивалей. Основными задачами, по словам исполняющего обязанности начальника управления культуры Рамазана Чарихова, были и остаются сохранение, развитие и популяризация народного творчества, декоративно-прикладного искусства и фольклора традиционной национальной культуры народов интернационального города. «Культурно-массовые мероприятия проводились управлением культуры города в соответствии с планом реализации государственной программы Республики Дагестан, развития и культуры Республики Дагестан на 2015-2020 годы. В конце 2016 года в городе функционировало 8 учреждений культуры. В них работало всего 184 специалистов, в том числе 115 с высшим образованием и 65 с средним специальным образованием. В дополнение к сказанному Рамазанам Чариховым, слово было предоставлено заслуженному деятелю искусства народному артисту Российской Федерации Зелимхану Хангирееву, который с гордостью отметил то внимание, отношение и поддержку со стороны руководства муниципалитета к развитию и привитию интереса у подрастающей молодежи к культуре, хореографии, живописи и музыки. Хангиреевым также был озвучен ряд проблем в плане приобретения аппаратуры для городского центра культуры и отсутствия транспорта для перевозки детей хореографических ансамблей. И сегодня самый образцовый центр культуры мы создали здесь, в городе Хасаеврти. Такого образцового центра культуры сегодня в Дагестане нет. Мы сами увидели, и многие, которые приезжают сюда, они убеждаются, даже из России приезжали, педагоги смотрели, говорят, как в таком маленьком городе имеется вот такое условие для детей. Болезней много, но надо ее излечить, потому что, чтобы на этот год, на следующий год мы уровень работы свою подняли. Любой человек, когда приезжает к нам в Хасаеврти, мы же показываем, вот как мы живем, какая у нас работа. Но работа-то не пойдет, если не будет малейшей аппаратуры. Я не говорю о костюмах. Несмотря на возникающие трудности в плане приобретения инструментов, нехватки помещений и соответствующих условий для более высокого качества работы, об успехах воспитанников школы искусства на различных конкурсах и фестивалях республиканского и всероссийского уровня, поделился директор учреждения Саид Бег Расулов. Благодарность от ветеранского совета города за поддержку в организации и проведении праздничных мероприятий выразил председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны и правоохранительных органов Нажмудин Залимханов. В отношении управления всего, управления культурой к ветеранам, я скажу, они ни одно календарное мероприятие не сорвали и очень большую поддержку делает нам. Большое спасибо, Рамазан, вам и вашему коллективу. Я думаю, это его предложение, это очень цельное предложение, руководство администратора Думы поддержит. Что касается ветеранской общественности, мы тоже пойдем навстречу, то, что возможно, сделаем. Но, во всяком случае, мы вашей работой довольны. Я от имени всех ветеранов хочу вам сказать большое спасибо и успех вам в дальнейшем в работе. По завершении всех выступлений благодарность за плодотворную совместную работу в течение года за успехи и достижения в организации проведения общегородских мероприятий на высоком уровне выразил первый заместитель главы администрации, курирующий данную деятельность Бадыр Ахмедов. Заслушав доклад Рамазана Чарихова о деятельности Управления культуры и подведомственных учреждений, присутствующими была дана высокая оценка и отмечена положительная работа в сохранении и развитии культуры и патриотического воспитания молодежи города. Продолжение следует...